Не может это лечить. Верное высказывание от неверного. Что это значит? Что он не говорил? Есть ли вам? Мало того, что он не владеет материалом. Слово «думать» слышали, как это говорит? А как думает человек? Как происходит этот процесс? О, как? Вроде каждый из вас умеет думать, а вот что это такое «никак» даже никогда не размышляет на этом. А вот в структуре процесса, в такими операциями, которые происходят у вас, что из себя представляет отлично, что вспомнили? Что вспомнили? Ребята, два разных пути, которые дополняют друг друга. Первое – образное мышление. Человек тасует картинки, образы. И в этом случае выводит одну картинку из другой. Складывает картинки, раскладывает картинки, ищет пустые места и их заполняет. Ну, как при создании анимации. Откуда вообще вы видите движение? Это что, там в мониторе реально кто-то бегает? Нет, это такая череда картинок. Череда картинок, каждая из которых последовательно связана с предшествующими и последующими. Отлично. Но при образном мышлении возникает, в некотором смысле, подчеркиваю, модель крайне упрощенная. Но тем не менее, возникают вот такие ренты из последовательных образов. А если какой-нибудь кадр пропущен? Ну, вот в мультике вы рисуете последовательные кадры анимации. Есть какой-то кадр пропущен. Его восстановить можно? Да. Да. Как восстанавливать будете? Смотреть надо. По предшествующему и следующему. То есть при образном мышлении возможно не только воспроизводство того, что вы когда-то увидели, но и поиск новых вещей, которые являются просто вот такими пропущенными кадрами. Конструирование новых образов. Но когда вы берете один мультик, параллельно складываете с другим мультиком и смотрите, а на пресечении этих лет, что у нас получится? А есть мышление речевое, понятивное. Вот это уже в риск математики. Причем не к школьной, конечно, не к рихмитцам, не к албикам. Высшее, разумеется. Но, разумеется, это примерно можно описать как крайне сложная математическая функция. На этой основе строится модель компьютерных программ, симулирующая разные аспекты человеческого мышления. Так вот, ребят, чтобы иметь такое мышление, необходимо выполнять одно условие. Удастся ли вам запрограммировать компьютер, если вы не знаете компьютерного языка? Нет. Если у вас ничего не выйдет, вы не напишите программу. Если вы не владеете кодом мышления, сможете ли вы думать? Нет, у вас ничего не выйдет. Программа не составится. Что является кодом вот такого мышления, понятийного мышления для нас с вами? Язык. Язык, на котором мы говорим. Это наша понятильная система. В результате, если человек не владеет языком, не умеет говорить, это автоматически значит, что он параллельно не умеет думать. У него может быть развитое образное мышление, но никак не логическое, никак не понятильное. Он просто не владеет этим. Так что, ребята, я вам это уже говорил, я думаю, вы отнеслись к этому как к веселой шутке. Это насколько не шутка, что это до слез не шутка. Сейчас происходит полная деградация владения русской речью. Волос на главе шевелится, если почитать результаты герго-литературы. Как люди излагают свои мысли. Что это значит? Они просто не знают литературу. Да нет, они думать не научились. Им нечем думать. Думать можно только в рамках языка. Человек не владеет языком, точка. Можно ли выехать на одном образном мышлении? Да, в некоторых формах деятельности можно. Манекенщица на подиуме. Нужно ли для профессии, для ее, обладать логическим мышлением? Нет. Актеру. Нужно ли обладать, я не знаю, певицей на сцене? Не, не нужно. Не надо. А вот теперь, начиная с менеджера. Если человек занят организацией некоторой структуры, так оказывается, на одном образном мышлении уже не выйдет. Я уж не говорю про то, что любая наука, вот слово наука, да, основана обязательно на взаимодействии. Но более важное значение, какая форма мышления имеет? Образное или логическое? Логическое. Конечно, логическое. Ребята, пока вы не научитесь говорить, на будущем исследователя, на будущем ученого, можно спокойно и уверенно ставить крест. Поэтому вот такого сорта работы, работа по отличию верных высказываний от неверных, мы с вами будем проводить часто. И вы вот здесь следующее. Если на те 9 вопросов, которые там были в первой части, у вас 1-2 ошибки, это нормально. Это значит, что вы разобрались в теме, это значит, что вы владеете понедельным аппаратом, вы можете анализировать речь, умеете анализировать сообщение. В том случае, если у вас примерно половина ошибок, или больше половины ошибок, ребята, беда. Беда не в том, что вы в теме не разобрались. Беда в том, что ваша голова думать не умеет, не привыкла, не научена. Понимаете? Если вы хотите не потерять для себя эту сторону человеческой жизни, учитесь говорить, учитесь думать. Без этого, понимаете, это неврожденное способность. И образное мышление, и логическое мышление надо у человека развивать. Да, люди рождаются, по-разному талантливые люди в одной сфере. Очень редко рождаются люди одинаково талантливые и в той сфере группы одновременно. Редко мы бываем. Но талант сам по себе ничего не значит. Его надо развивать, надо учиться. Учить себя. Без этого ничего не будет никогда. Так что, как всегда, ругать я вас, конечно, не буду. Какой смысл это делать? Вы здесь перед себя сидите. Я стараюсь помочь разобраться с сложнейшими и интереснейшими вопросами. У кого-то получается лучше, у кого-то похуже. Ну, ругать за то, что не получается, а, конечно, не буду. Ну, не получается, не получается. Человек, проблема, одна и проблема. Я говорю, как ваши проблемы? Наша задача подсказать, что надо делать, чтобы получалось получше. Люди, у которых больше двух ошибок в остальных вопросах, абсолютно не понимают, что такое работа на уроке. Не на наши занятия, а вообще на любом. Ну, хорошо, приходите в музея, дома в Москве, или где вы живете, в школу. Зачем? Зачем вы туда приходите? Чтобы родители не ругались. Возможный сценарий. Очень многие сейчас так делают. Потому что ни для чего другого школа просто не нужна. Так? Или для того, чтобы пообщаться с друзьями, ну, вот это абсолютно нормально. Особенно для подростка это не просто, естественно, это жизненно необходимая и самая главная потребность. Общение. Это абсолютно нормально. Но, если это единственное, зачем вы туда приходите, так, то вы для себя закрываете гигантскую совершенно сферу дальнейшей жизни. Вы что, на всю жизнь подростком окажетесь? Останитесь. Нет. Нет. Время пройдет, вы и ставите быть подростком. Ну, и что дальше? Если вы в школе только общаетесь. Классно вы вот так научились общаться с теми людьми, которые вас устраивают. Подчеркиваю, не со всеми. Только с теми, кто вас устраивает. Ну, и что? И с этим багажом дальше все жить-жить будем. Скажите, а деньги вам за что? По деньгами. За то, что вы умеете общаться с теми, кто вас устраивает? Ребята, вас обманули. На этой способности прожить невозможно. Вот просто нельзя. Потому что, понимаете, вот это время, которое у вас, школьное время, чудесное, там, и так далее, и так далее. Вот, понимаете, это такой аванс, который вам дает жизнь. Вы за это время должны чему-то научиться. А дальше экзамен. Экзамен как называется? Жизнь называется экзамен. И переэкзаменовку здесь поучить нельзя. Время тоже прошло. У вас машины времени нет, вы обратно туда, в детство, не съедите. Так что, народ, ну, хотя бы слегка напрягите голову, подумайте. Учиться надо уметь. Вот те, у кого в последней серии большое количество ошибок, учиться не умеют. Просто не понимают, что такое учиться. Вот смотрите, вы же при этой работе, могли пользоваться всеми вашими записями. Вторая серия вопросов, это вопросы на определение. Если человек умеет учиться, у него какие-то проблемы с таким типом задания вообще возникнуты или нет, то нет. Он сам ведет все записи для себя. Возникла необходимость, полез в записи, нашел, пожалуйста, все, готово. Если вы не справляетесь с этого уровня задания, это значит, либо вам абсолютно ничего непонятного на занятиях, поэтому вы не понимаете, что и как записать. Либо это вам абсолютно не нужно и неинтересно. Первый случай – лечиться. Если вам просто ничего непонятно. Причем лечиться очень сложно. Поднятием руки. Не было случая, чтобы я кому-то что-то для вас непонятное не объяснил. Но плюем на программу, на то, как я спланировал прохождение материала, но обязательно разберемся в непонятных вещах. Не оставляйте с собой непонятные дыры. Иначе вы просто перестанете понимать то, о чем говорится на занятиях. Вот это необходимая вещь. Регулярно записывать, после занятий возвращаться к материалу. Пробовать для себя восстановить логику действия. О чем речь, почему, вот такой вывод и как такой вывод был сделан. Вот тогда реально это появится. Продолжение следует...